Вот таким примерным образом, зайдя на аккаунт, я видел танчик с зеленой краски, увидел, что резисты не установлены, забегая в список красок, увидел, что краски чемпион, к сожалению, больше нет. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero, и вот примерно такую картину я увидел, когда зашел на свой аккаунт. Мой танчик в краске зеленый, друзья, если мы вместе с вами забежим в гаражик, у меня джеска 8800, нет резистов, потому что резист 30%, вместе со спектром тоже разработчики наши забрали. То есть у меня остается лишь 20%, друзья, если мы забежим вместе с вами в тот самый раздел, там где находилась раньше краска чемпион, возможно, помните. Кстати, и счастливую семерку у меня забрали. Ай-яй-яй-яй-яй, целых две краски я, друзья, потерял, к сожалению. Я честно рассчитывал, что, друзья, давайте, наверное, зеленые красочки сыграем, без резиста, как есть, так и есть. Вот примерно таким нубиком сейчас я являюсь, без краски, без ничего особого. Хотя, ну, в гаражике, конечно, 20% присутствует, все же краска импульса была, как ни странно, забрана в турнирчике, в первом мажорчике. И хотелось бы сегодня, во-первых, ну, поделиться с новостями, потому что многие ребята, возможно, будут в дальнейшем интересоваться. Мишаня, раньше я помню, ты играл на краске чемпион, резиста 30%, а сейчас, а где они? Где? Да вот, друзья, их забрали, к сожалению. То есть, как вы понимаете, в ближайшее время пройдет турнир тот самый мажор, в котором эти краски разыграют. Чемпиончик разыграет серебро, бронзу, возможно, по-моему, кстати, счастливую семерку, наверное, звезду и гладиатор. Топ-8, по-моему, забирает звезду. И с 9 по 16, либо 12 место забирает гладиатор. Блин, только вот недавно вместе с вами, друзья, записывали видеоролик. Точнее, не с вами, а с моими ребятами. Группа чемпионов разваливает рандом. И группы чемпионов, как минимум, друзья, уже нету. Есть группа, возможно, ветеранов, может быть и так, но точно не группа чемпионов. И это обидно. Настолько неожиданно лично для меня, потому что, чтобы вы понимали, друзья, раньше как было в турнирах. Ты мог турнир выиграть, допустим, где-нибудь в декабре месяце, и следующий турнир примерно в этом же месяце проходил. То есть, примерно через год. Ровно через год ты мог как защитить титул, вернуть краску, так и потерять, поскольку титул не был защищен. Сейчас же, чтобы вы понимали, шестой месяц, как ни странно, июнь, и у нас уже стартует тот самый турнир с краской чемпиона. В прошлом году он был примерно, ну, заканчивался, по крайней мере, в декабре месяце. То есть, ровно полгода, не год, я сумел на этой краске поиграть, которая в моем гараже была впервые чемпионщик. Резис 30% была по кайфу с Ристом играть прям жестко, но с другой стороны, возможно, как раз есть возможность испытать того самого броненосца, либо же пересесть на 20%, да и не заморачиваться, друзья, что вы скажете. То есть, как минимум, у нас есть тот самый резис, который реально, может быть, даже не зря получили. Потому что многие ребята писали, Мишень, да 30% все равно не снимаешь, играешь только на нем. Броненосец, нафиг тебе, зачем тратишь танкойна? А вот, может быть, теперь реально будет данный резисик полезен. Пока что не знаю, друзья. Некоторые из вас, кстати, возможно, даже неким образом довольны, что у меня 30% теперь нету, краски нету. И я теперь буду играть как, не знаю, нуби какой-то, хотя сомневаюсь, сомневаюсь. Резис все же, да, помогал, было приятно, но теперь более, возможно, в тех или иных моментах нужно быть сконцентрированным. Либо просто будем играть на 20%, который, но, к сожалению, да, защищает меньше. Не такое преимущество, но и ладно. Возможно, многие ребята задаются вопросом, будешь ли ты тот самый титул защищать. А, кстати, я не договорил. Я говорил о том, что раньше, во-первых, краска была на протяжении года практически, да, около того. Так еще и бывали моменты, когда турнир начинался, да. Бывало то, что даже после окончания турнира краска еще оставалась на протяжении, там, нескольких недель в гаражике. Не так часто это бывало, изредка, зачастую, наверное, все же после окончания того самого финального матча забирали краски у одних и выдавали, допустим, другим. В зависимости, кто выиграл. И бывали моменты в прошлом году, когда, да, мы даже выиграли, по-моему, кислоту. И ребята с кислотой еще на протяжении некоторого времени играли, если не путая, либо другая краска была. А сейчас только анонсировали турнир 10-го числа, друзья. Вчера анонс был, а сегодня, заходя в гаражик, я уже понимаю, что краски нету. То есть не дали возможность поиграть целых 3 месяца, потому что у нас на протяжении 3-х месяцев будет как раз идти тот самый мажорчик, друзья. Многие из вас, наверное, как раз к тому вопросу, точнее к той мысли, переду которой хотел сказать, интересуются, за кого я буду участвовать в этом турнире. То есть буду ли я вообще принимать участие в мажоре и с кем ли, с кем я буду играть. С теми ребятами, возможно, которыми играл до этого этот Team Defense, который, возможно, даже неким образом... Ну ладно, не буду говорить, не буду говорить, может быть некая тайна, хотя многие ребята, которые на Танки Спорте уже присутствуют, уже, возможно, в курсе событий. Так вот, за кого буду играть? Буду играть, друзья, как ни странно, за ту самую команду, с которой, наверное, начинал, по крайней мере, прошлые турниры. Прошлые, это команда Team Pointers. Тот самый Мистер Ванника, те самые ребята, которые практически играли в прошлом сезоне. В этом плане у них ничего не поменялось. То есть тот же состав практически сохранился, лишь вышел из команды Лавсик. Возможно, конечно, еще некие изменения, о которых я пока что не буду говорить. Но вышел Лавсик, и я вступаю пока что. Не знаю, усилие я команду, либо, возможно, команда станет слабее, но, как минимум, Лавсик, к сожалению, не сможет продолжить играть в этом турнире. Поэтому есть некая замена в составе у Мистера Ванники, и я в эту команду, вступая, буду отыгрывать. Карта, конечно, друзья, не самая приятная у нас попалась во время видеоролика. Это шоссе, да? Вместе с вами сейчас попробуем, может быть, Страйкера даже разобрать. Но почему бы и нет? Мы, кстати, играем, как я ранее говорил, без рейста. На красочке, джеска не максимальная. Возможно, некоторые ребята в битве даже удивляются, если есть подписчики. Почему я играю на зеленой краске и почему без рейста? Потому что чемпиона нет. Нету теперь чемпиона. Я, в целом, друзья, конечно, немножечко расстроен в том плане, что это неожиданно произошло. Я прям не ждал, что реально сегодня, после анонса, уже краски чемпион в гараже не будет. Как я ранее говорил, только снимали видеоролик, там не на чемпионах играли, уже нету. Вчера даже был стримчик на чемпионе, уже нету, к сожалению. Но я думаю, что как вариант можно взять ту же самую красочку, друзья. Как краска называется, вроде бы импульс, либо ветеранчик. В целом, симпатичные краски, на которых можно также продолжать, возможно, отыгрывать. Краска, конечно, ничего не решает. Сам, наверное, по большей части резист. И тот игрок, который на этой краске играет, раз играет, наверное, что-то до нашем киберспортике добился. Вы, кстати, друзья, в свою очередь, если же, возможно, считаете себя довольно неслабым игроком. Считаете, что довольно круто играете. И, возможно, даже есть некие друзья, с которыми проводите время. Можете даже зарегистрироваться в турнире. И поучаствовать, попытать свою удачу. Но для этого, конечно, скорее всего, надо было чуть-чуть раньше начинать, поскольку у нас есть те самые очки рейтинга, которые не позволяют всем командам сейчас принять участие, к сожалению, в этом турнире. Потому что сейчас тот самый турнир, самый крупнейший, по крайней мере, за несколько, наверное, лет. Во-первых, потому что это мажор, как ни странно. Во-вторых, это тот самый мажор, который будет даже с денежными призами, о которых говорили в виде блоги. Те, кому интересно, что и чего, и кого, и сколько, можете также узнать в том же сайте Танки Спорт, который, возможно, для многих из вас, для тех, кто интересуется киберспортом. Танки Спорт, знаком. Такс, давайте, наверное, сейчас быстренько разберемся. Ой, залагала игра, только не говорите, что игра улетела куда-то. Нет, вроде бы держится под контролем. Хорошо. Так, овердрайвик было бы, конечно, неплохо реализовать, но фризик с подавлением, который, конечно, быстренько-шустенько меня разбирать. Мы, кстати, ну, наверное, ему сейчас не будем менять. По точкам практически все забрали. Это, наверное, друзья, все, что я, в принципе, хотел сказать вам. Вроде бы ничего не забыл. Как бы не расстраиваемся, это как минимум та самая мотивация, которая дает понять, что Мишаня, если же у тебя есть желание вернуть себе краску чемпион, то нужно стараться. Нужно стараться. Команда для этого хорошая есть. Есть хорошие навыки, опыт. Нужно как бы его повышать и, может быть, не за горами. Где-нибудь через пару-тройку месяцев даже вернем обратно титул. Но это только лишь мое видение и хотение. А вот как оно будет, друзья, не знаю. Поэтому, если будет интересно, следите, конечно, обязательно за командой. Потому что уже буквально через, наверное, недельку стартуют первые игры. Кому интересен киберспорт, можете следить. Если вдруг вопрос возникает, будут ли матчи трассироваться, я бы с удовольствием, друзья. Но, как вы помните, трассации не всегда нам, скажем так, в этом плане помогают. И в некотором плане только, скажем так, командам противника очень сильно помогают в тех иных моментах. И, может быть, даже этим вряд ли мы будем, скорее всего, заниматься все же. Скорее всего, стримов не будет. Но я думаю, что если будет какая-нибудь хорошая активность собираться по итогу, может быть, даже после окончания турнира будут выкладываться матчи, записи. Но это уже только выясним после окончания самого турнирчика. И турнирчика, конечно, друзья, не быстрый. То есть на протяжении трех месяцев проходить будут турниры, которые еще и летом проходят. Не самое приятное удовольствие. Но будем смотреть. Будем смотреть. Будем с ребятами потихонечку готовиться. Будет сейчас, я так понимаю, та самая квалификация. Точнее, не квалификация. Ну, наверное, квалификация, можно назвать. Которая как раз определить те самые 8 команд, которые набрали, в принципе, неплохое количество рейтинга. Но им недостаточно, чтобы, допустим, уже перейти в более интересную стадию турнира. Это вроде легендарная стадия. Я сейчас не помню, потому что мажория особо не разбирает. Для меня эта система вроде знакома. Но за другими проектами, играми, в которых она используется, не слежу. Да и футбол тоже тот самый не смотрю. Друзья, занимаем как минимум второе место. Меня даже перегнали. Но это все краска чемпиона. Это все краска чемпиона. Плюс краска, точнее, резист тот самый 30%. И, ну, кстати, без резиста, конечно, играть не было. Было не так просто, но при этом довольно неплохо справились, как у меня. Второе место. Реально тоже неплохой результатик в матчмейкинге, в котором я играл по фану. И еще вместе с вами появился та самая информация, которая, возможно, была вам интересна. Друзья, если видеоролик был интересен, я, кстати, забыл в начале видеоролика об этом сказать. Но напоминаю, что пальчиком вверх поддержите максимально. Мне будет приятно увидеть от вас поддержку. Ну, и так же, если впервые на канале, подпишитесь, чтобы не пускать видеоролики в ближайшее время. Потому что видеоролики довольно часто выходят. Также не забывайте в комментариях писать, что же вам было бы интересно в ближайшее время увидеть на канале. Какие-нибудь обзоры, тесты и так далее. Каких именно устройств, либо каких именно дронов, либо каких именно вооружений. Ну, а с вами был тот самый Иммортал, но уже без краски чемпион. Но я думаю, что мы вместе с вами точно не будем расстраиваться и будем двигаться только вперед. Всем хорошего дня и до скорых встреч!